Друзья, всех вас приветствую на моем канале. Сегодня будем смотреть видеокамеру GVC, модель GZ-MG135E. Видеокамера интересная, видеокамера пишет на жесткий диск. Жесткий объемом 30 гигабайт. От 7 до 37 часов видео можно записать. В планах подключить видеокамеру к компу, попробовать вытащить видеофайлы и воспроизвести их на обычном плеере через компьютер. И еще хочу сделать сравнительное видео с этой видеокамерой и с моей, на которую я снимаю. Хочу это видео объединить и вставить все в наш сегодняшний ролик. Надеюсь будет интересно. Ну и прежде чем посмотреть видеокамеру, предлагаю быстренько пройтись по комплекту. Есть вот такая вот коробка, которая нам мало интересна. Сейчас все это покажу отдельно. Ну и начнем с инструкции. Все не буду показывать. Инструкции есть на русском языке. Видеокамера с жестким диском. AV-провод для подключения камеры к телевизору для просмотра сразу напрямую. USB-кабель для подключения к компьютеру. блок питания. Кстати, камеру можно заряжать как напрямую. В камере есть гнездо для этого, также через док-станцию. Док-станция тоже есть в комплекте. Это удобно, я считаю это очень правильно. Это AV-выход, это зарядка, это digital-видео выход и USB-выход. Здесь даже бумажка приклеена, как-то на точку приклеена. Так вот она восстанавливается. Довольно-таки симпатично здесь смотрится. Ну это сетевой фильтр, он надевается на провод, защищает от помех. Пункт управления, он запечатанный, абсолютно новый, я не пользуюсь. И вот здесь даже на нем есть пленочка. Она защищает батарейку, чтобы батарейка не соприкасалась с контактами. В общем, если эту пленочку достать, пункт начнет работать. Но сейчас эта пленочка на месте. Пультик обычный, ничего особенного в нем нет. Просто обыкновенный пункт. Ну и обычный ремешок, с помощью которого можно было носить видеокамеру на плече. Камера очень хорошо лежит в руке, очень удобно. Все на своих местах и кнопочки, все удобно держать. лежит то, что надо. Так, ребят, пришел код, он нам мешать не будет, он тоже хочет послушать про видеокамеру. Ну и давайте посмотрим на ее внешний вид. Видеокамера, ну ей пользовались несколько раз всего, как мне сказали. Она на вид, она здесь пятерочка. 30 гигабайт. От 7 до 37 часов видео. 7 часов на самом лучшем качестве 37, на самом плохом качестве. 34-кратный оптический зум. Вот эта синяя вставка очень радует глаз. Прямо красота неописуемая. Видеокамера могла писать на флешку. Есть слот. Можно было вставить флешку. Не знаю уж, какой объем она поддерживала. В те времена не было больших флешек. А это 2006 год. Думаю, гигабайт или два точно были. Помню, у меня был фотоаппарат в 2007 году. Я покупал высокоскоростную memory stick флешку на 2 гигабайта. Это была довольно-таки большая флешка. Значит, есть вот такой слот. Крышечка, кстати, резиновая. Дисплей. Здесь есть джойстик. Джойстик, кстати, очень удобный. Он очень хорошо чувствуется пальцем. Селектор выбора режимов. Выключен, включен. Ну и сами режимы. Зум. Кнопка фото. Инфракрасный датчик для пульта управления. Здесь фотоспышка, но и также как подсветка используется. То есть может постоянно гореть. Динамик, я так понимаю, обычный, не стерео. Здесь находится гнездо для подключения к компьютеру. Здесь есть тоже гнездо для подключения к телевизору и подключения зарядного устройства питания. Кнопка записи. Разъем для док-станции. Красивый аккумулятор. Здесь нет наклейки. Как тиснение, как выдавлено. Ну, прикольно, конечно. Зеленая лампочка обозначает, что доступ получен к жесткому диску. Можно снимать. Крышка объектива. Откроем ее. Тут нормально все видно. Передает довольно-таки хорошо. Быстрый доступ вот этим джойстикам. У него есть несколько положений. Например, программ. Сразу можем включить преднастройки. Сюда кнопка ночной режим. Вот сова появляется. Автоматический ночной режим. Вниз это свет. У света два положения. Нажимаю вниз, он включается в автомате. Точнее, горит все время. Нажимаю второй раз, он включается только когда темно. И третье положение, я его выключаю. И наверх. Подсвечивание объекта. Также в режиме видеосъемки, в ручном режиме, нам доступна кнопка функции. Дополнительные возможности. Например, фокус автоматический, либо ручной фокус. Настройка яркости. Можно чуть-чуть добавить. Выдержка. Баланс белого. Телемакро. Хорошо снимает. Очень близко. Фокус нормальный. Резкость хорошая. Выбор режима просмотра кадров. Выбор съемки. Автомануал. Съемка в ручном режиме, в автоматическом режиме. В автоматическом эти кнопки не работают. Индекс кнопка работает. Состояние батарейки вы можете посмотреть. Здесь есть кнопка меню. Полночные настройки видеокамеры. Не буду ее все показывать. Просто пробегусь по меню. Директ DVD. Для создания DVD сразу подключается к компу. Нажимается кнопка и создается DVD диск. DVD диск естественно вставлен в компьютер. Все будет соединяться на видеокамере. Ну и Direct Backup. Это как ячейки. Эти ячейки можно установить. Например, устанавливаете пальму. И с ней снимаете. И это видео сохраняется именно в пальме. Снимаете какое-то спортивное мероприятие. Ставите мячик. И эти видео, которые вы снимали под этим логотипом, сохраняются именно в этой ячейке. Потом их с помощью этих ячейчек можно искать. Режим фото. Режим видео. Сейчас идет съемка. Лампочек никаких нет. Во время съемки можно подстроить яркость, баланс белого, фокус. Вот кадр. Воспроизведение. Сейчас идет съемка. Ну, как я говорил, во время. Так, ребята. Ну, а теперь я, собственно, предлагаю подсоединить видеокамеру к компьютеру. И посмотреть, что там за файлы. Сможем ли мы их смотреть с помощью обычного плеера. Напомню, что камеру можно подключить совершенно обычным способом. Просто все провода подсоединив прямо к видеокамере. Что вообще очень удобно. Классные функции, кстати, здесь находятся. Вот она нам предлагает воспроизведение на компьютере. Подключение к устройству. Эти две функции, они одинаковые. Что на эту, что на эту я нажму, одно действие произойдет. Там выйдет табличка, которая спросит, что нужно сделать. Уже пробовал. Создать DVD. Можно прямо на видеокамере создать DVD-диск. Все файлы объединятся в один. Они конвертируются в DVD-формат. Можно будет через кабель записать прямо на компьютере DVD. И смотреть на DVD-плеере. Резервное копирование. Резервный копированный компьютер. И прямая печать. Если подключить прямо к принтеру. Выбираем подключение к устройству. Ну а теперь давай ее подключим к док-станции. Док-станция подключена. У нас появляется то же самое меню. Выбираем подключиться к устройству. Сейчас на компе ищем файлы. Вот они. Их можно воспроизвести. Да, все хорошо воспроизводится. Воспроизводится в обычном проигрывателе. И так, ребята, пишу на GVC сейчас. Моя камера тоже слышит звук. Пишу в автоматическом режиме. Я не стал ничего настраивать. Пусть это будет полностью автоматический режим. Специально разговариваю, чтобы послушать, какой звук у этой видеокамеры. Ну вот еще видео. Снимаю его в вечере. Смой. Поехали. Как и еще. Поехали. Рисов. Наполея. Рисов. Капни, что дождя. Проехали. Поехали. Я хотел еще показать съемку. больше практически всем спасибо кто смотрел всем до свидания пока и Продолжение следует... 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 Продолжение следует...